...сей нашей сегодняшней трансляции на протяжении последних дней, недель. Да, я заметил. Судя по тому, как выглядит Рой Джонс, вот сейчас я вблизи смотрю... Он находится в трёх метрах от нас. Да, да, и почему-то, мне кажется, он не в самой лучшей форме. Не в самой, точно так. Итак, бой начался. Обратите внимание, как всегда, Рой Джонс смотрит куда-то в сторону, не в лицо сопернику. Это его привычка. Ну что ж... Вы знаете, скорость у него осталась, да? В большей мере. Да, несмотря на возраст осталось. Другое дело, что, как мне кажется, чуть-чуть она стала ниже, но постановка кулака на цель... Он раньше только лишь бил и нокаутировал от того, что у него была просто феноменальная скорость. Таких ещё поискать нам людей не найдёшь, наверное. Ну да. Сейчас она чуть-чуть ниже стала и меньше стала нокдаунов, нокаутов. Потому что не бьёт место, как мне кажется. Да, бесспорно, очень быстро. А это опять-таки же к тому, вот я уже говорил, когда заходила речь о Рой Джонсе, что он настолько самобытен, да, одарён от природы, что вот этой такой фундаментальной школы, да, вот ставить кулак, поднимать локоток во время удара, да, сжимать как-то кулак. Вот это у него... Ему это не надо было. Он выигрывал. Он выигрывал благодаря... Удивляюсь, кстати, сейчас я пересматриваю его там некоторые там нокауты, его боицы. И были попадания, бывало открытой рукой, просто вскользко. Вот аккуратно, что падает, так и не пытались выходить. А люди падали. Настолько не ожидали. Вот именно на этом, видимо, и основывалось всё, что он показывал. А сейчас, когда вот эти кондиции стали похуже с возрастом, да, а того вот этого, на того фундамента мощного нет, ну, скажем, тот же Хопкинс, да, он воспитан на этом, ну, наоборот, основательный. Ну, вот Хопкинс, ну, вот такие боксеры, они, да, форестные, спокойные. Они, мне кажется, которые отверстились и работали. Они будут идти вошёл вперёд. Опустил руки Рой Джонс. Это его манера. Вызывает на себя соперника. Надо идти постоянно вперёд. Постоянно. Рой Джонс не любит, когда на него не просто... Не он вызывает соперника на себя, а когда соперник делает сознательно и сам идёт вперёд, ни секунды не давая ему передачу. Ну, конечно, поднял... По пласту, по пласту, да, тут всё безусловно на уши. По ударам, по каким-то фигуршечкам придуманным по быстросе. Ну, вот так, в начале, как покрываешься мелочи, сядь. Достаточно плосный удар. Да, 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 он вкладывается, безусловно. Это его главное оружие, удар. Рой Джонс стал. У каната, вы видите, вызывает на себя. Пытается разозлить. Пускает в год гримасы. Голову выставляет вперёд. А все, как раз и говорили, вот такая выстреленная голова, в неё не попасть. Итак, прекрасный раунд. Ждём продолжения. Спонсор трансляции. ЗАО Интерскол. Далёкое становится ближе и дарит нам новые впечатления. Наша жизнь наполнена движением. А современные технологии привлекают нас новыми возможностями изменять вещи по своему желанию. Нужно лишь пожелать. Hyundai Solaris Hatchback. Ближе, чем вы думаете. Телефон горячей линии. 8 800 333 7167. Hyundai. Новое мышление. Новые возможности. Итак, второй раунд. Второй раунд главного поединка вечера. Главного поединка года, может быть, у нас здесь на московском ринге. Рой Джонс, Денис Лебедев. В атаках Дениса закончился предыдущий раунд, но Рой Джонс, как всегда, сознательно уходил. Становился к канатам, улыбался. Собственно, то же самое он сейчас начинает делать и во втором раунде. Ни в коем случае нельзя ослаблять вот эту хватку Денису. Постоянно надо идти вперед, давить, давить на соперника и пытаться ударить его. Все-таки очень быстро Джонс, несмотря на свой быстрый место. И на свои... Вот, быстрый. Но не открывает счет. Рефери в ринге, хотя, мне кажется, удар все-таки был. А что-то такое непонятно. По-моему, там столкнули его. Ну вот, великолепная атака. Денис вообще-то не серийный боксер, а тут попытался даже серии ответить. Очень хорошо Денису выиграть, на мой взгляд. Он очень здорово готовился, очень здорово. Он понимает прекрасно, что этот бой он не имеет права проигрывать просто никак. Здесь очень большой политический момент. Битва держав. Ну, я бы не стал сюда так уж явно примешивать политику. Никакой политики здесь нет. Ну, почему же? Все так сделал. Не держав, а империи, во-первых, объявлено. Хотя, слушай, никогда империи, в общем-то, и не было. Точно так. Ну, давайте смотреть. Очень интересный бой. Уже во втором раунде произошло много чего, что стоит будет, что стоит посмотреть в замедленном повторе, что будет показано потом, может, в дальнейшем. Мне кажется, Рой Джонс не может до сих пор еще разгадать Дениса. До сих пор для него он неудобен. А мне кажется, что Рой Джонс первый раунд чуть-чуть победил, как-то был поинтереснее, подочнее. А вот второй раунд Денис уже разбирается. И, что самое интересное, начнется уже в третьем и четвертом раундах. Там даже не нужно ждать... Да, все-таки не тут уже Рой Джонс. Не нужно ждать середины или конца поединка. Ясно будет буквально через несколько минут. Денису надо ни в коем случае не сбрасывать обороты вот эти за своей агрессией. Он уважает соперников, он об этом говорил. Какой удар по корпусу, по печени со стороны Рой Джонса. Все-таки опасен он в любой момент, может быть, что-то выкинуть, любую штучку. А в запасе у него их очень много. Знаете, Денис, естественно, он осторожен, да? Он должен быть осторожен. Тем не менее, он должен быть более решителен. Как только он идет вперед, он желтый теряется, сразу теряется. Как только Денис не идет вперед, он начинает борзеть. Смотрите, атаковать и причем попадать. Заканчивается второй раунд очень интересного боя. Собственно, мы такими его и хотели увидеть. И вот оно, воплощение на нашем экране. Гостиничный комплекс с аквапарком «Казанская ривьера». Европейский отдых в Казани. Европейский отдых в Казани. Итак, начинается третий раунд десяти раундного боя. Роли Джонс против Дениса Лебедева. Битва империи. Мы, ваши комментаторы, на месте. И ждем все большего-большего и, я бы сказал, более интенсивного развития. Ну, собственно, так оно, наверное, и будет. Так и будет, но бой достаточно интересный. Хотя проходит в невысоком темпе, согласитесь. Такие интересные моменты. Вот Тенков пошел вперед, посмотрите. Великолепная серия. Да, очень опасно бьет Джонс. Все-таки хлесткий, он очень неожиданный. Бесспорно, жесткий и быстрый. Вот во втором раунде был такой момент, когда вот у меня вот видел глаза его. Я говорю, про Роя Джонс. У меня мигнуло мыть, что он приехал сюда проиграть специально. Потому, вероятно, настолько Дениса он сильно поддавил. Это было скуко, на самом деле. Но все-таки прошло еще пару минут, он восстановился. И мы видим сейчас, что мы видим. Ну, во всех интервью своих он говорил, что Денис очень сильный соперник. На сегодняшний день, это, пожалуй, самый сильный, против кого ему приходилось выходить за последние годы. Но при этом он говорил, что я найду все равно ключи к победе в этом бою. Я знаю, что делать. Ну, наверное, он знает, насколько он позволит соперник это знание применить. Мне кажется, Денис получше, особенно в этом раунде. Начал четче попадать, пусть даже не сильно вкладываться, но все равно. Мне кажется, дистанцию, которую подбирает Денис, она удобнее для него, чем для Роя Джонса. Да, вот это среднее, более близкое, да? Да, между среднее и близкое дистанцию. Ну, вот смотрите, Роя Джонс сейчас весит больше, чем в предыдущих боях. Пошли на 20 килограмм. Почти на 20 килограмм, но он намного легче двигается по рингу. На 10, простите. Намного легче двигаться по рингу, чем раньше. Ну, чем, скажем, не в молодости или юности, а, скажем, чем раньше, чем лет пять или шесть назад. Все-таки быстро, но очень быстро и неожиданно. Ну, опять мы видим опущенные руки. Как раньше говорили про Роя Джонса, когда он был, да, на вершине своих показателей, своих боев, что вот, ну что же, вот у него голова торчит, да, вот он, вот он, вот он, вот он, как-то нет защиты. А ты пойди, попади в эту голову. Хорошо пошел вперед Денис. Сейчас Денис учет, что-то нужно поменять. Он слишком однообразно, однообразно боксирует. А Роя Джонс это понимает и начинает фантазировать и просто переигрывать нашего боксера. Кто первый начинает, я заметил, в этом бою, тот и владеет инициативой и лучше выглядит. А к концовку этого раунда получил был Рой. Буквально от того, что пару раз взорвался сам. Мы посмотрим, все главные события еще впереди. Спонсор трансляции ЗАО Интерскол Гостиничный комплекс с аквапарком Казанская Ривьера. Европейский отдых в Казани. Гостиничный комплекс с аквапарком Казани. Итак, продолжается наш поединок. Интереснейший бой. Денис Лебедев против Роя Джонса. Четвертый раунд. Неожиданно пролетели и четыре раунда. Вроде бы только бой учился. Просто он очень интересен. И это как бы меняется. Каждую секунду, каждую минуту что-то меняется. То один вроде побеждает, то другой. То бой совершенно равный. Но очень сложный. В тактическом плане. Я заметил, что в перерыве Денис Лебедев не садится на стул. Не знаю почему. Может быть просто чувствует себя очень хорошо и не устал. Хорошо, хорошо. Хорошо сейчас взорвался в ответной такой контратаке серии. Очень жесткий удар у Роя Джонса. Четвертый боковой, очень хлесткий. Слава Богу, что у Дениса рука находится постоянно на месте. Конечно же он изучал бои. Не просто смотрел кота. Да нет, они же с Костей Дю разбирали все по хрупинкам. На всех мелочах. На сто раз просматривали. Такое ощущение, что Денис готовит жесткий удар. Если это со стороны видно, то Роя Джонс точно видит. Ну, а он безусловно его готовит. Потому что, ну это его главное оружие. Ну это понятно, надо его спрятать. По крайней мере передний там начинает. Как я вижу его. Ну вот, пропустил. Обескурашивая тогда Роя Джонса это. Да. Надо начинать, самому начинать. Такие вот качели вам, честно скажу. В общем, выбран такой темп в бою, который удобен Роя Джонсу, на мой взгляд. Друзья, ну вот согласитесь, были опасения, да, что мы увидим, может не тот бой. Но бой оправдывает. Интересно. Такое ощущение, как будто Роя Джонс начинает ловить кураж. Заводиться. Я боюсь, что... А это самое опасное. Это самое опасное, да. Если тогда все будет, то все четче и четче становится. Но не хочу заострять на это внимание. Думаю, что в следующем раунде точно разберется. По крайней мере, ему подскажут в углу. Да, Костя Дзю, когда мы с ним беседовали и говорили о настоящем бою, он сказал, что одно из главных... Один из главных плюсов для нас это то, что Роя Джонс в любом случае недооценит Дениса. Но пока, честно говоря, я это не вижу. Пока я тоже не заметил этого. Ну вот по четвертому раунду я могу сказать, что... Ну, будь я судьей, я бы отдал победу Роя Джонсу. В этом раунде? Да. Ну вот, только вы сказали и прошел удар у Дениса. Ну что, надо заканчивать. Ну вот теперь я не знаю, кому же отдавать победу, будь я судьей. АПЛОДИСМЕНТЫ И так продолжается наш интереснейший поединок. И вот Андрей Шкадриков, например, чуть не отдал уже предыдущий раунд в пользу Роя Джонса. Но буквально на последних секундах Денис Лебедев, как говорят в боксе, украл этот раунд у соперника. Провел сильнейшее... Ну удар был, может, не настолько сильный, но очень точный. И самое главное, что очень поддействовал на соперника. Очень. Роя Джонс на какой-то момент даже поплыл. Наверное, этого удара не хватало, чтобы Денису более откровенно и просто тупо пойти вперед. Вот этого Роя Джонс как раз и не любит. Есть вопрос в том, насколько он восстановился после того удара. Роя Джонс стал очень более аккуратен. Посмотрите, он бьет и как бы так вот и ту же руку назад. Он как бы бьет не до конца. Не вкладывается в удар. Глаза у него мутные были после пропущенного удара. Вот я говорю, насколько он сумел восстановиться за эту минуту. Потому что буквально на последней секунде раунда это все произошло. Морис, вы были правы, когда сказали, что Роя Джонс победа, повадки его остались такими же, повадки и кошки. Да, вот хищники. Ну да. А быстрота намного быстрота и чувство дистанции сократились. Стали меньше. Зал включился, зал включился в этот бой на полную мощь. Это безусловная поддержка для Дениса. Он это чувствует. Он снова находит ключи Роя Джонс. Вроде бы, вроде бы, как-то нарисовал себе картинку и сейчас ее разукрашивает. Но в прошлом раунде точно так же говорил об этом. Да, Денис перевернул ситуацию. Одним ударом все поправил. Ну, мы опять не знаем, как считают судьи. Можем только догадываться. А супервайзер, главный судья, собирают все записки и ведет общий подсчет очков. Естественно, ни один судья не знает, кто же, как другой судья отдал. Ну, рядом с вами сидит Евгений Горсков. Иногда можете заглянуть. Да, он сидит неподалеку от меня. Но человек секрет, он ничего не остался, не покажет никогда. Итак, снова в атаке, Денис. Посмотрите, последняя минута. Это уже становится тактическим приемом. Но он на последнюю минуту... Достаточно очень грамотно обрабатывать. Только очень, на мой взгляд, уже поздно. Чтобы ноги остановились и в поздних раундах... Уже можно было разобраться с соперником. Посмотрите, вроде бы в середине боя, раунда, то есть, Джонс выровнял положение, да? А вот сейчас, ну, почему бы ему не сохранить... То, что... Ну, там минимальное преимущество. Это не преимущество, а какой-то вот такой вот позитив для судей, для зрителей. Все равно он очень неосторожен. Ну, потому что мы видим, как Денис все-таки идет, идет вперед, не дает ему ни секунды передышки. И все правильно делает. Спонсор трансляции. ЗАО Интерскол. Далекое становится ближе и дарит нам новые впечатления. Наша жизнь наполнена движением. А современные технологии привлекают нас новыми возможностями изменять вещи по своему желанию. Нужно лишь пожелать. Hyundai Solaris Hatchback. Ближе, чем вы думаете. Телефон горячей линии. 8 800 333 7167. Hyundai. Новое мышление. Новые возможности. До конца, внимание, Дэнк. Денис Лебедев уже в центре ринга ждет своего соперника. Поединок продолжается. Очень интересный бой. Но, собственно, мы другого и не ожидали. Вы знаете, вот сейчас интрига. Насколько Рой Джонс сохранил силы именно вот к этой фазе боя, да? Потому что шестой раунд, в десятираундовом бою пошла вторая половина поединка. Сколько сил осталось? Насколько свежесть не покинула его? Вот это сейчас очень важно, и это нам станет все ясно. Вы знаете, половина боя позади, но сама развязка, на мой взгляд, поступила уже в конце... Да, причем... Четвертого раунда у тебя? Да нет, в самом начале боя. Первый раунд был, на мой взгляд, за Лебедева второй, за Рой Джонсон. Третий. Хорошая атака Дениса. За Лебедева четвертый непонятно. Здорово. Ожидая другой, чтобы бояться сделать ошибки, но все-таки в начале раунда Рой Джонс осторожен. Денис это чувствует, и поэтому он активнее. Под конец немножко ситуация меняется. Рой Джонс привыкает и начинает атаковать. Даже к середине. Могу понять, почему такие паузы большие. Вот к середине, к середине, что ты будешь делать, да? Пропустил сейчас прямой удар Денис. Я не пойму, но поле и цел. Мне кажется, 50 на 50, ровно 50 на 50. Ну, это сейчас и неважно. И Лебедев приветствует просто действия. Действия каждого боксера, и стоишь с другой стороны, мне кажется. И вот Денис в очередной раз сейчас, да, пропустил прямой удар. Это где-то сейчас атакует. Не подходит, поэтому, наверное, у него не смещает. Это уже в бою, сколько было у него тоже несколько раз. Собственно, это и предопределило то решение судя, мне кажется. Вот такие нелепые, несильные удары, но голова чуть-чуть откинулась, и все. Причем удары прямые. Я когда спросил у Дениса вот по этому поводу, почему он их, неужели он их не видел. Он сказал, что за то, от скольких таких ударов я ушел. Я думаю, это связано с тем, что он фокусируется на жесткий удар, хочет опутировать, поэтому перестает обращать внимание. И тут же он сам себя поправил, сказал, что в это время я уже весь был в своей атаке. Ну что же, очень увлекательный поединок. Знаете, как-то незаметно пролетели уже шесть раундов. Но самое главное, осталось и трига. Такой ровненький раунд получился. Непонятно, кто же до сих пор сильнее, кто же победит. На мой взгляд, пока все-таки чуть получше наш боксер. Нет, Денис лучше, бесспорно. Спонсор трансляции. ЗАО Интерскол. Далекое становится ближе и дарит нам новые впечатления. Наша жизнь наполнена движением. А современные технологии привлекают нас новыми возможностями изменять вещи по своему желанию. Нужно лишь пожелать. Hyundai Solaris Hatchback. Ближе, чем вы думаете. Телефон горячей линии. 8 800 333 7167. Hyundai. Новое мышление. Новые возможности. Очень интересный, очень напряженный бой, в котором пока еще до конца ничего неизвестно, уважаемые господа. Итак, седьмой раунд. Давайте смотреть. Предпочтительнее в последних трех минутах выглядел, конечно, наш боксер. Я думаю, вы со мной согласитесь. Да, бесспорно. Но все еще впереди удар по затылку. Рой Джонс показывает, что это в москве. Наши апеллировать трехери. Да. Но а Денис по-прежнему ведет вперед. И правильно делает. Только такая жесткая атака поможет ему. Собьет с толка Рой Джонс. С помощью которой Лебедев может нанести жесткий удар. И с помощью которой задавить Рой Джонса, чтобы тот устал. И вот сейчас был момент, да? Он с толкой булочки. Денис буквально в сантиметрах от вытянутой рукируя Джонсова. Значит, он балансировал на грани риска такого, да? Значит, трех уходит. Он понимает, что он может сделать эту балль. Мне кажется, начинает чувствовать. Единственное, конечно, минусом, я считаю, это минус. Потому что он хочет нокаутировать и прям нацелить. Всевичур откровенно. Это видно, удар видно. Там, где можно начинать, там по корпусу, он перевести в голову будет неожиданно. Денис же нацеливается, выцеливается и прям... Слишком стандартно. В этом его однообразие вообще всегда его в этом упрекают. Я согласен. Вот сейчас он с фокусером. Прошла. Прошла. Левая в действии. Рой Джонс улыбается. Но вы знаете, улыбка такая. Это так, да. Как говорят, улыбка весельника. Здесь уже не до сарказма с его стороны. Потому что видно снова. Так, конечно, нападает. Лидит. То, что апеллировал в рефере, дошло все-таки. Ну, Борис, все правильно сказали, что этот... Рефери один из самых правильных и лучших в мире. Беспристрастно. Беспристрастно, да? Посмотрите. Сейчас в ринге три человека. Два американца, один русский. И он судит настолько. Мне кажется, это же немножко в нашу сторону. Ну, похоже на избиение вот сейчас. Уже начинается, да? Нет, пока я сказал, пропустил. И заметьте, да, то, что Рой Джонс позволял себе в первых двух, даже где-то до середины, третьего раунда. Вот эти свои ужинки, гримасы. То, что он обычно делает со всеми... Здесь уже об этом даже и речи не идет. Смотрите, у Рой Джонса вроде бы не видно гематомы, а левый глаз у него по полу закрыт. Да. Может быть, потому что тянут все кожи, поэтому синяк не видать просто-напросто. Усыпился вот такими много. Дениса он взорвался. Неожиданно. Ну, что ж, последняя секунда до конца седьмого рауна. Спонсор трансляции. ЗАО Интерскол. Далекое становится ближе и дарит нам новые впечатления. Наша жизнь наполнена движением. А современные технологии привлекают нас новыми возможностями изменять вещи по своему желанию. Нужно лишь пожелать. Hyundai Solaris Hatchback. Ближе, чем вы думаете. Телефон горячей линии. 8 800 333 7167. Hyundai. Новое мышление. Новые возможности. Восьмой раунд, уважаемые дамы и господа. Увлекательнейшего боя остается все меньше и меньше. До конца. Напомню, 10 раундов в этом поединке запланировано. Очень здорово. Последние два раунда, я считаю. Особенно последний провел наш боксер. И вы знаете, уже его преимущество здесь, по-моему, ни у кого не вызывало сомнений. Не знаю, как выглядеть на экранах, но здесь очень близко находясь от бойцов, почему-то мне кажется, что физически в безобразной форме находится Рой Джонс. По крайней мере, по его лицу кажется. И в то же время, как только об этом задумываясь, он один на два раза взрывается. Ну, незначительно. Опровергает, пытается, во всяком случае, опровергнуть, да, наши мысли? Да, оно так и бывает. Но он никогда, в общем-то, не истязал себя до конца тренировками. Вот такой вот этот боксер, который пользовался тем, что... Который любит онцевать, природная ему удала, да. И, как говорят многие, он изменяет боксу часто, потому что... Ну, уже плечи возиться стало. Когда он утром играл в баскетбол, вполне профессионально. Не просто во дворе гонял мяч, а вполне профессионально в команде играл в баскетбол, а вечером уходил в риг. Даже какой-то университет. Да. Мы отвлеклись в атаке снова Лебедев, посмотрите. Глухую защиту ушел Рой Джонс. Сейчас он просто спасается, мне кажется. А защита-то у него дырявая. Да. А чем по корпусу не бьет в этот момент длиниться. Конечно, он так высоко поднимает руки, да? Он только был и не теряя. Пеща не открыта. Сейчас американцу очень... Я не думаю, что Агреско сумеет опустить локоть. Очень тяжело ему. Это видно по его состоянию, по его выражению лица, по его движениям, уже по другим движениям. И он меньше стал атаковать и контр-таковать. Это не потому, что силы... Ну, он сейчас думает больше о спасении. Да, потому что он думает о спасении. Ну, а снова... Вот, наконец-то, что мы просили. Верхний этаж, нижний. Снова нижний, снова верхний. Сейчас голова откроется. Безусловно, должна открыться. А как? Он же должен локоть опустить. Зря Денис. Ну, все, все, Денис. Не надо сбавлять. Не надо. Продолжай. Он церемонится. Последние 30 секунд. Надо продолжать атаки. Проходит снова удар у Дениса между перчаток. Да, печально выглядит. Роя Джонса потекла из носа. Да, когда-то Денис был фанатом Роя Джонса. Да, все мы были фанатами. Да, сейчас фанат убивать, например. Но бывает такое, что... Ну, это бокс, ребята, это бокс. Это такой вид спорта. Мужчина выходит в ринг, значит, он должен доказать, что он сменеет. Кто перед тобой, неважно. Если ты поднялся, вступил за эти канаты, то все, будь добр. Если ты согласился... Вы слышите реакцию зала. Понравился этот раунд зрителям в зале. Ну, как он мог не понравиться, уважаемые друзья. Думаю, что всем вам он понравился. Нам тоже. И вот здесь, конечно, давайте посмотрим. Мы видим крупный план Роя Джонса. И понимаем, насколько ему уже тяжело. Да, бесспорно. Несспорно, по последнему раунду я подстрелил. На самом деле, ничего не сделал Роя Джонс. Если проанализировать. Кроме того, что там... Совесть боя делал. Ну, это одна контратака, которую мы видим на экране. Еще рано говорить о победе того или другого. Как ты предсказывал результат этого боя? Скажем, вчера, позавчера, неделю назад. Я говорил мне никакой секрет. После четырех раундов будет видно, если на ногах останется Роя Джонс, то зайдет поздний раунд, и, скорее всего, все раунды будет. И по очкам выиграет Денис. И вот здесь, конечно, давайте посмотрим. Мы видим крупный план Роя Джонса и понимаем, насколько ему уже тяжело. Да, бесспорно. Бесспорно. По последнему раунду я подстрелил. На самом деле, ничего не сделал Роя Джонс. Если проанализировать. Кроме того, что там... Совесть боя. Ну, собственно, мой прогноз был 370 в пользу нашего боксера. Похоже... У тебя более растучито. Почему более? Все. Нет, но если бой пройдет до конца, так и получится. 370. Ну, что-то меня напугало состояние суперчемпионов в предыдущем раунде. Слишком уж много он пропустил ударов и как-то заболтался. Ну, вот сейчас прекрасно это видел и Костя удел в углу. Он, конечно, должен был сказать Денису, что нельзя ни в коем случае ослабляться. Потому что предпоследний раунд. Здесь надо... Сейчас осталось всего лишь 2 раунда. Почему-то, мне кажется, что если взвинтить темп со стороны Дениса, можно закончить досрочно. Вот я об этом и говорю, что наверняка Костя должен был ему это посоветовать. Потому что здесь прям рядом, находясь мы с углом роя, видно, как он не восстановился, по-моему, после минутного перерыва. Ну, тяжело, тяжело. Пытается что-то делать. Надо должное ему. Ну, я, конечно, внимателен надо быть предельным. Денису все равно. Но не надо изменять, да, вот тому, что ему удалось. Смотрите, смотрите. Только я говорил про прошлый раунд. Видимо, все-таки у него тактика была у роя. Отдать следующий, например, взвинтить темп. А вы слышите реакцию зала? Да, они стали подбадривать Роя Джонса. И он сразу на это ответил. Сразу, моментально. И намного интереснее бой-то стал. Откуда силы взялись? Непонятно, да? Вот в этом и прелесть этого поединка. Молодец, Денис. Снова пошел вперед. Не надо, не надо давать сопернику почувствовать, что он восстановился, что он может переломить ход боя. Ни в коем случае это нельзя позволять делать. Знаете, я как любой человек, несмотря на то, что сейчас ваш сокомментатор, да, я не могу не переживать, не болеть за того или другого. Так вот, когда Роя Джонс, ну, мне кажется, он два или три раунда выиграл, да? Вот, когда он выигрывал, я немножко злился на Дениса. Вот, когда Денис выиграл, мне становилось жалко Роя Джонса. Ну, это то самое раздвоение чувства, о котором я говорил. Обратите внимание. А стал, посмотрите, только что поддерживал, кричал Роя Джонс, Роя Джонс, теперь кричат Россия. Ну, обратите внимание, чем больше болеют публики, и Роя Джонса это слышит, начинается совсем по-другому боксировать. Такое ощущение, как будто вот кураж у него появляется. Даже когда защищается, он даже взрывается. Вот откуда сила, по идее, берет? А потому, что он всегда говорил, его кредо, это все делать для публики. Ой-ой-ой-ой. Опа, поплыл, поплыл. Нельзя, только-только об этом мы говорили. Нельзя, нельзя мне расслабляться. Опасен всегда. Как это быстро снова расслабиться, после пропущенного удара? Денис, молодец, выдержал. На самом деле, непростые удары были. Опа. Что ты будешь делать? Ну, какой же интересный бой, а? Да. Тяжело. Пропустил. Вот, я говорил, секундная расслабленность, ни в коем случае нельзя. Интрига до сих пор сохраняется. Но, надо сказать, что... Вот до сих пор. И я думаю, что последние секунды этого боя. Но, Денис в очередной раз показал, что у него крепкая челюсть. Да, он... Что-что, а держать удар он умеет. Молодец, молодец. Лишь бы остановился теперь. Но ни в коем случае нельзя допускать этого вечера. Благо было. Я, например, удивляюсь, как можно устоять. Только не видишь, не смотришь вообще в боях. Вот, а ее повторяют. Вот он в атаке. И вот двоечка проходит. И здесь он расслабляется потом. И вот ответ сейчас должен быть. Двойка проходит. Вот он опустил руки. Вы видели, да? Денис почему-то остался перед ним и чуть опустил руки. Все, пометал. Итак, последний раунд, уважаемые друзья. Великолепного боя. Я вас поздравляю с отличным зрелищем. Мы с вами видим воплощение своей мечты в жизнь. Я думаю, что после этого боя будут яркие взрывы, популяризации бокса в России. Ну, я хотел бы, чтобы так произошло. Да, концовка последнего раунда, конечно... Вернула интригу. Не только интригу. Я почувствовал, что я не разочарован. А я почувствовал, что ничего в боксе не понимаю. Вроде бы так, и тут же по-другому. Человек только еще не вышел из нокдауна, уже отправил нокдауна другого человека. Рой Джонс хочет повторить свою ловку. Снова, смотрите, он вызывает Дениса. Абсолютно сознательно. Снова опустил руку. Молодец, умудрился все-таки усыпить Дениса. Внимательность. В какой-то момент, да. Мелочь какая-то, казалось бы. Всего лишь один удар. Этот удар. Денису сейчас надо начинать самому. Слишком большая пауза он берет. Надо отдать все силы. Вот бывает обидно, да, когда бой закончен, а ты еще чувствуешь, что не все отдано. Какие-то силы еще остались. Знаете, самое видо по всему, что Рой Джонс это не просто супер-боксер, а человек с характером. Как правило, даже супер-боксеры такого возраста, такого уровня отдают свои бои. Ну, понятно, ты уже немножко проигрываешь, да. Сдайся там, откажись после шестого-седьмого раунда. Он не просто не сдается, он еще может в любой момент сломить. Сейчас пойдет последняя минута, буквально 10 секунд осталось нашего великолепного боя, нашего великолепного вечера. Друзья, интрига, интрига еще сохраняется, я вам скажу. Хотя все мы, конечно, ждем победы нашего боксера. Денис доказывает, что... Нет, нет, нет. Нет, это не был удар, нет, нет. Это футбол через ногу. Еще раз, да, мастерство. Рой Джонс это все понимает, это сам улыбнулся, извинился. Да, и Смугер... Ну, такая же ситуация была во втором раунде. Удар незначительный, и ногу подставил получилось. Да. Как подсечка. И вот настолько... Да, поймал кураж все-таки последний... Я требую 11-го раунда. Последних двух раундов не хватает, конечно. Да, да, вы требуете продолжения банкета, я вас прекрасно понимаю. Легко смогли еще два провести, а бой заканчивается. Ой-ой-ой, вот это уже пропустил. Очень мощно. Великолепная концовка. Давай, Денис, давай. Все. Это на кау. Я в шоке. Я в шоке. Это то, чего ждала публика, да? Надо было раньше останавливать Смугеру. Неужели не было видно? Очень тяжелый нокаут, уважаемые друзья. Очень тяжелый нокаут. Неужели не было видно Смугеру, что на самом деле... Только только мы его похвалили, да. В нокауте находится стоячим. Да, он опустил голову. И последние два утра. Даже Денис, надо дать должное Денису. Денис сделал шажок назад. Назад, да. И посмотрел на рейтинг. Делал совершенно правильно. Дал судье шанс рассмотреть. Очень тяжелый нокаут, друзья, посмотрите. Доволен Денис, доволен Костя, безусловно. Легенда, такая легенда. И человек с ней все-таки... Давайте смотреть повтор. Давайте посмотрим. Вот он, удар подбородок. Вот еще. И вот здесь он перестал. Нет, еще нет. Вот сейчас перестанет. Вот, вот здесь надо было останавливать бой. Этот удар не нужен, конечно, совершенно. Вот Смукер, и вот только он встал между ними. Да, пару ударов он мог предотвратить, конечно. Это было безусловно. Лишние, лишние были. Ну, вот прямо перед нами, уважаемые телезрители. Сейчас вот вы этого не видите. Вы смотрите повторы. Буквально в метре от нас сколдует над Роем Джонсом. Без сознания до сих пор, да? Он без сознания. Не-не-не, приходит в себя. Он приходит в себя, вот его поднимают, встает. Великолепный боксер, надо ему поаплодировать. Тут же его супруга рядом. Она только, она была здесь в ринге рядом с ним. Как же надо любить бокс? Или какие должны быть вообще мотивы, чтобы вот так продолжать, да, так рисковать своим здоровьем? Вот его жена, мы сейчас видели ее на телевизорах, на телеэкранах. Да вот она прямо здесь перед нами была. Зрители не истоствуют, они радуются победе Дениса Лебедева. Ну, конечно, мы все радуемся. А Роем Джонс не хватило, не хватило совсем чуть-чуть, да? А мне вот интересно, кто бы сказал, какой был счет? До этого.